Так, тема психотерапевтическая помощь детям и их семьям больных онкологическим заболеваниям на госпитальном этапе. И вообще целью психотерапевтической помощи тяжелобольным детям и их родителям является профилактика и коррекция кризисных и психопатологических реакций. Задача психотерапии – это адаптация к актуальной ситуации болезней и условиям стационара, улучшение детско-родительских отношений, профилактика социальной изоляции, формирование конструктивных стратегий совладания ситуацией кризиса, усиление внутренних ресурсов пациентов, укрепление психологической защиты для стабилизации эмоционального состояния, психологическая коррекция переживаний, связанных с представлениями о болезни, смысле жизни, смерти, будущем у больных детей. Но если конкретизировать, то более конкретно все это для того, чтобы снизить эмоциональное напряжение, снизить тревогу, растерянность, уменьшить чувство вины, оптимизировать установки семьи на будущее. Также хочу отметить, что психотерапия детей, страдающих тяжелым соматическим заболеванием, все-таки определяется возрастными особенностями. То есть с осознанием этой связи, с увеличением возраста детей и времени болезни происходит осознание ими связи своего заболевания с проблемами жизни, смерти, будущего. И с осознанием этой связи, с увеличением опыта депривации, то есть сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные свои потребности, что происходит во время лечения, и возрастает вероятность кризисных и психопатологических реакций. Если говорить непосредственно о методах и видах психотерапии, то это в большей степени, я сейчас перечислю именно те виды и методы, которые мы у нас используем. Это рациональная и разъяснительная психотерапия проводится у детей, где там уже 7 лет. Когнитивно-поведенческая психотерапия с родителями и подростками, позитивная психотерапия, экзистенциальная с родителями, с подростками больше, игровая особенно эффективна у детей, естественно, дошкольного и младшего школьного возраста. Старт-терапия, гешталь-подход в работе с семьей, используется психологическое консультирование родителей как самостоятельный вид психологической помощи. Такие методы применяла и использовала целенаправленная визуализация в работе с подростками. Консультирование детей и родителей с помощью серийных рисунков и рассказов по методу Никольской. Использовались ресурсные трансы, сказкотерапия и иногда косвенно-гипнотические воздействия в рамках эриксоновского подхода. Можно сказать, что я уже заканчиваю. Хочу сказать, что не всегда, я как врач, не всегда, к сожалению, мы ограничиваемся одной психотерапией. И в том случае, когда она неэффективна, когда возникают какие-то рецидивы, повторные срывы психоэмоционального состояния, а иногда даже и особенно у младших, у маленьких детей, именно как бы вот в преддверии какого-то воздействия психотерапевтического используется психофармакология. То есть это в основном это гидроксизин с противотревожным действием, адаптол короткими курсами, с наотропной противотревожной активностью такие препараты курсами, как фенибут, тенотен детский взрослый, мексидол. Вот эти даже препараты, это уже идет как сопроводительная терапия и даже используется на фоне основного программного лечения. То есть дети быстрее восстанавливаются, скажем. У родителей бывают случаи, когда применяются антидепрессанты с противотревожным и снотворным эффектом, такой как трозодон, и с противотревожным и стимулирующим эффектом флоксетин. Спасибо за внимание.